всем привет маленькая посылочка с алиэкспресса внутри mobile phone chargers доехала за 16 дней обошлась 297 естественно даже с этой суммы я часть вернул кэшбэком ссылочка на мой любимый кэшбэк будет в описании под видео я им уже пользуюсь больше года всем рекомендую и пока еще вроде как никто не жаловался ну давайте открывайте буду рассказывать дальше зачем я заказал дело в том что у меня на канале я показывал видео с планшетом куб у 33 житые он же у 27 же т.с. super edition вот и он поставляется без зарядного устройства у меня несколько знакомых попросили заказать такие же планшеты и не у всех есть зарядки поэтому мы попросили заказать недорогую зарядку ах ты дедеру прикольно не знаю читается правильными июй какой-то dualport usb адаптер модель м y y 106 входное сто двести сорок вольт пятьдесят шестьдесят герц выходное 5 вольт один ампер 5 вольт три целых четыре десятых ампера ну и вон два usb порта и оба они подписаны один ампер 24 ампера ну заказал ее не просто так видео снимаю не просто так естественно я над ней поиздеваюсь и проверю ее характеристики и так погонял я эту зарядку а точнее блок питания на 5 вольт при помощи электронные нагрузки и бд и usb первым делом я проверил его вольт амперную характеристику ну и конечно какой максимальный ток она может выдать по моему два с половиной ампера для зарядки за три доллара неплохой результат зная о том что дешевые китайские зарядки а это все-таки дешевая китайская зарядка могут умирать в течение там буквально 15 минут после выключения я решил ее погонять более длительный срок и тут выяснился один маленький нюанс тестировал я зарядку при помощи и бд и usb и подключал к этому ноутбуку как и всегда но на этот раз я взял кабель чай тэш в общем он был у меня уже в обзорах вроде как неплохой кабель но почему-то программка которая рисует графики с этим кабелем включила то есть там через 7 через 9 часов один раз через 14 часов программка ну как теряла связь с электронной нагрузкой и зависала подключил обратно на свой любимый кабель lenovo city 10 ссылочка на него также будет в описании под видео я все-таки завершил этот тест и так две целых две десятых ампера и сорок восемь часов теста как видите зарядка справилась но и так на зарядке 2 usb порта я решил проверить как она себя поведет если подключить к ней два устройства одним устройством был вот такой вот нагрузочный резистор в режиме 1 ампер ну а вторым устройством естественно электронная нагрузка и bd и usb но так как она довольно габаритная и при ее подключении она перекрывает 2 usb порт мне ее пришлось подключать через usb удлинитель и поэтому не смотрите на график напряжения смотрите на график тока в общем если считать что нагрузочный резистор 1 ампер плюс электронная нагрузка полтора ампера максимум то все те же два с половиной ампера в итоге и порты на этой зарядке увы зависят друг от друга то есть преобразователь стоит один ну что вот такая вот она зарядка мию и с логотипом gdru с алиэкспресса суммарная повторена может отдать два с половиной ампера двое суток у меня она отработала под нагрузкой две целых две десятых ампера без каких-либо проблем так что но я не знаю брак конечно может быть у всех даже у sony panasonic этом никона канона но если меня спросили про дешевую зарядку с алиэкспресса я порекомендовал бы вот этот вариант но этом все всем спасибо за внимание оставляйте лайки комментарии делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал всем пока